Безусловно, центральным событием в жизни России и Башкортостана в том числе На прошедшей неделе была история с Навальным Все это обсуждали, все это анализировали, оценивали И ко мне было много вопросов на тему того, как я оцениваю и какой версии придерживаюсь На самом деле я решил не придерживаться никакой из версий Потому что их в последние два дня стало так много, что достоверно в них разобраться не представляется возможным Тут и версия о бегстве Навального за границу под видом отравления Тут и просто отравление Навального кровавым режимом Путина Таблетки и сельские самогоны, всякие абсолютно абсурдные варианты Как оксибитурат натрия и так далее Но фактом остается то, что Алексей Навальный действительно находится в тяжелом состоянии Без сознания в Омской больнице Был ли он отравлен или это последствия каких-то заболеваний Наверное нужно будет выяснять впоследствии Слишком поспешно заявлено со стороны медиков и следственных органов о том, что не обнаружено каких-то токсических вещей Есть версии о том, что его намеренно удерживают в Омской больнице Для того, чтобы вот эти боевые секретные отравляющие вещества типа новичка распались окончательно в его организме Их невозможно было потом выявить и определить Но, к сожалению, мы не имеем достаточного количества данных И достаточного количества фактов для того, чтобы утверждать что-то с той или иной мерой уверенности Вот здесь существует масса эмоциональных подходов Там жена Навального, друзья Навального и прочее-прочее С другой стороны, какие-то мрачные космоязычные врачи Которые, собственно, не должны быть златоустами, наверное Но, в общем, ситуация настолько запутанная, что можно констатировать только то, что заметный, видный И один из ведущих политиков Российской Федерации попал в какую-то совершенно вопиющую экстренную ситуацию Из которой, дай бог, ему выбраться И последствия которой, наверное, мы будем оценивать чуть позже События непосредственно в Башкортостане, которые происходили Ожидаемо, что все эти события происходили вокруг Куштау Феноменальная история, когда одна тема, одна история полностью затмила всю повестку Политическую, экономическую и прочую общественную в республике Что бы ни происходило, все это происходит вокруг Куштау Даже Сибайский форум, который, собственно, по определению, по содержанию и по своим планам Никак не был запитан на проблему Куштау или Соды Даже события на Сибайском форуме были напрямую и в основном связаны с Куштау Ну, об этом чуть позже Поговорим, во-первых, о том, что происходило вокруг Куштау В контексте того, как изменились взаимоотношения между властями, защитниками горы Между общественными силами, между лидерами общественного мнения Вот это очень важно, потому что главное, что случилось на прошедшей неделе и предшествующей ей паре дней Это то, что кардинально изменилась ситуация То есть те, кто был против, стали за, кто был за, стали против Кто, значит, яростно отстаивал какие-то точки и позиции Ушел с этих позиций и неизвестно где пребывает В общем, столь быстрые изменения в мнениях, в позициях для сторон Конечно, нетипично для какого-то длительного и принципиального противостояния Вот нам нужно очень четко и внимательно проанализировать, почему же так случилось То есть, почему, например, тот же Хабиров, который категорически оголтел всех Кто защищает горы и вообще противоречит ему по этому вопросу Называл там ваххабитами, понаехавшими, наймитами, оплаченными какими-то массовками и так далее Вдруг он нижайше благодарит этих людей за проделанную работу И, значит, вступает с ними в диалог, в контакты и так далее То есть, ну, наверное, не надо объяснять, что люди типажа Хабирова Не способны на какие-то, значит, серьезные уступки, на какие-то пластические подходы То есть, это люди очень простых, понятных, зачастую невыгодных им же самим позиций Но вот, тем не менее, мы наблюдаем вот такого вот Хабирова Еще раз повторю, самое важное понять, почему это происходит Потому что тогда мы поймем, к чему мы в конечном итоге придем Что же разительного произошло в ситуации вокруг Куштау? Ну, начнем по порядку На прошедшей неделе в Сибае состоялся так называемый инвест Сабантуй Ну, вот этот вот инвестиционный Сибайский форум, который стал проводиться традиционно в Башкортостане С приходом Хабирова к власти Собственно, цели и задачи эти, понятные у этого мероприятия, значит, привлечения инвестиций Ну, в основном, наверное, в Зауралия, но и в целом в Башкортостан Ну и так далее, и так далее Однако, именно на этом форуме прозвучали весьма странные и неожиданные заявления со стороны Хабирова По поводу Куштау и ситуации вокруг, ситуации с сырьем соды Именно на Сибайском форуме Хабиров заявляет о том, что правительство и администрация Республики Башкортостан Рассматривает вариант выкупа контрольного пакета акций соды Для того, чтобы предприятие полностью попало под контроль государства И у них есть видение и понимание того, как найти источники сырья для комбината Не используя гору и гумеровское месторождение Это в огромной мере неожиданное заявление было сделано на Сибайском форуме И всех потрясло до глубины души Тут возникает сразу несколько вопросов, совершенно резонных Если во глубине правительства Республики Башкортостан и администрации Хабирова Существует решение сырьевой проблемы соды Почему это решение до сих пор не было предложено для разрешения этого конфликта И вообще недопущения этого конфликта Второй вопрос Если государство выкупит вот эти акции Уж потом обсудим, почем и зачем То, что выкуп акции изменит ситуацию с сырьем Или выкуп акций позволит разрабатывать куштау Пожалуй, что нет Очень дурно пахнет от этого предложения Тут уже разразилось огромное количество всевозможных иронических замечаний На тему, что эту полумертвую корову решили продать как две живые И так далее Но я пока так не буду судить Но действительно выглядит странно Когда предприятие попадает в глубочайший кризис В плане отсутствия сырья И стоит на грани того, что будет приниматься решение его закрытия Потому что нет сырья у предприятия Вариантов не найдено И так далее И вдруг заявляется А теперь мы вас выкупим И, судя по всему, не бесплатно В общем, этот чемодан без ручки То есть сода без сырьевого источника Он точно никому не нужен А выкупать, мы же понимаем, что Хабиров планирует не на свои сбережения Значит, или карманные деньги А именно на бюджетные деньги И, судя по всему, с привлечением финансов федерального центра Каких-то кредитов и так далее То есть с экономической точки зрения Вот эта затея выглядит более чем сомнительной Но, тем не менее, это прозвучало сначала Многие расценили это как какой-то вброс Но это оказался не вброс и так далее Ну, в общем, это первое противоречие Которое возникло на прошлой неделе Которое сопутствовало развитию истории вокруг Куштава Вторым и главным противоречием, пожалуй, что я бы назвал Подходы и отношения власти к защитникам Куштава Две недели назад, три недели назад и ранее Все государственные СМИ Рупора Мурзагулова И, собственно, выражающее мнение самого Хабирова В чем мы нисколько не сомневаемся Потому что между Мурзагуловым и Хабировым Надо всегда ставить знак равенства Потому что Мурзагулов полностью транслирует Точку зрения Хабирова Либо транслирует некие тестируемые варианты Этой точки зрения Так вот, все эти источники Провозглашали защитников Куштава Абсолютным злом Ваххабитами, наймитами Людьми, засланными какими-то там Мифическими конкурентами Которых так и не удалось отыскать впоследствии Риторика была яростной Значит, назывались цифры Назывались там расценки Вот этот, значит, башкорт был вплетен повсюду То есть, это была абсолютная, кардинальная, радикальная позиция Проходит краткий период времени Происходят события 15-16 августа Хабиров под дождем на горе И уже риторика меняется на 180 градусов Защитники Куштава уже просто защитники Куштава И уже очень скоро становятся экоактивистами К ним относятся уважительно на вы И благодарят, вообще-то, даже за то, что они сделали Все теми же устами Хабирова и всей вот этой, значит, своры СМИ И, в общем-то, Мурзагулов Хотя, конечно, Мурзагулов в полной мере не успел поблагодарить защитников Куштаву Был неким образом, значит, репрессирован Отправлен там с глаз долой и так далее, и так далее Про это мы еще поговорим чуть позже Но тут надо понять, что же произошло Действительно ли Хабиров так сильно испугался Вот этого народного гнева на Куштаву Или действительно ему надавали там из Кремля И заставили вот это все делать Вот это очень важно понять То есть, он боится Кремля Или он боится народа То, что Хабиров боится сейчас Это видно невооруженным глазом Он совершенно изменил свое поведение Он иначе выглядит Он действительно, ну, прямо скажем, жалок По сравнению с тем величием, которое он на себя Постоянно нахлобучивал, когда, ну, был до этого, как говорится, в силе В общем, конечно, выглядит это весьма противоречиво И именно вот об этих противоречиях мы сейчас и говорим То есть, вторым противоречием я все-таки очерчу противоречия от подходов и отношений к своим, в общем-то, оппонентам Потому что, если совсем недавно Хабиров выглядел однозначным сторонником Соды И, не стесняясь, защищал ее интересы в прямом эфире и как только это возможно Утверждая, что все силы власти будут брошены на то, чтобы обеспечить Соду сырьем Что Куштау будет разрабатываться без вариантов Этот вопрос решен И он никому не позволит его ломать через колено И никакие СМИ заставлять его Менять свое решение И вот смотрите, какое чудо Оказывается, СМИ могут изменить его мнение Оказывается, значит, Куштау Не будет разрабатываться Но мы тоже об этом поговорим далее Отмечу одну историю, которая, ну, просто не могла не пройти мимо внимания моего и многих других И история, это, как обычно, все, что связано с Ахмадинуровым, очень смешная и веселая Я говорю о том, что в процессе публичного общения с участниками форума Хабиров пообщался с Рустевом Ахмадинуровым зачем-то Вот я так скажу Потому что, ну, ни один очный, заочный и любой форме контакт Ахмадинурова и Хабирова До добра, естественно, не довел самого Хабирова Ахмадинуров является постоянно действующим источником позора для команды Хабирова Ну, и в этот раз, значит, случай тоже не был исключением Я говорю о том, что Ахмадинуров публично задал вопрос Хабирову О том, как же так и как Хабиров смог допустить столь обширные конфликты между населением БСК и УГМК Подчеркивая системность ошибок Хабирова в взаимоотношениях между крупным капиталом и населением республики Вопрос, между прочим-то, был по существу и абсолютно верным Но особенно абсурдным он звучал в устах, ну, одного из ближайших соратников Хабирова По крайней мере, по версии самого Ахмадинурова Хабиров опешил Хабиров вот реально не ожидал этого вопроса от Ахмадинурова Ну, это какая-то подстава, подножка, значит, и так далее И, между прочим, ответил почти, цитируя один из моих предыдущих выпусков Сказал, что с такими соратниками, видимо, имею в виду самого Ахмадинурова И врагов-то не надо, ответил Хабиров Ахмадинурову Я не знаю, какова дальнейшая судьба Рустема Маратовича Что с ним будет дальше, как сложится его карьера Но, пожалуй, что в отношениях Хабирова и Ахмадинурова Наметились такие серьезные кардинальные перемены Это не может не радовать Не только потому, что, действительно, Ахмадинуров Это один из самых никчемных и зловредных фигур Вот на этой шахматной доске нашей башкирской политики От него, действительно, очень много вреда И, ну, вреда, на самом деле, для нас всех Если кто-то считает, что это его не касается, это не так Потому что люди, несущие вот такую деструктивную позицию И вот настолько портящие общую картину Они, конечно, вредят по-маленькому и по-большому всем Но важнее то, что Хабиров, по-моему, начинает понимать Что в структуре его команды есть некие элементы Которые, ну, приносят огромный вред ему лично И постоянно приносят этот вред Ну и в целом разрушают, значит, какой-то позитивный тренд Который, ну, рано или поздно должен был бы появиться В его действиях, ну, вот никак не появляется В общем, будем наблюдать, посмотрим за судьбой Господина Ахмадинурова А еще на прошлой неделе в Башкирию прибыл Господин Венедиктов Алексей Алексеевич Венедиктов Главный редактор «Эхо Москвы» В целом всего холдинга Прибыл в Башкирию на помощь радио Хабирову Это, пожалуй, бесспорный тезис, потому что решение прибыть в Башкирию Венедиктов принимает после того, как в Москву экстренно был вызван Хабиров И это не может быть совпадением Безусловно, что Москва предала Венедиктову Хабирову для усиления позиции То, что редактор радиостанции присылается в крупный регион Для решения сложнейшего технологического, экономического и политического кризиса Конечно, не может не вызвать удивления и улыбки Но такова позиция господина Венедиктова в российской политике Он такой отчаянный, откровенный решала Никогда не отрицавший и не стеснявшийся своей тесной связи с Владимиром Путиным Более того, Алексей Алексеевич всегда подчеркивает, что он в любой момент может позвонить Путину В любой момент может к нему обратиться и даже решить какие-то вопросы Ну вот теперь он предстал во всей красе вот этого кремлевского решала Функционально Алексей Алексеевич должен был взять интервью у всех сторон конфликта вокруг Куштау Разобраться в этом, преподнести это зрителям определенным образом Но еще в нагрузочку ему добавили модерацию Сибайского инвестиционного форума И вот Алексей Алексеевич с присущей ему энергией взялся за дело Он провел три интервью, и они опубликованы в Ютьюбе и во многих средствах массовой информации Это интервью с Уралом Байбулатовым, как бы лидером протеста на горе Куштау Это интервью с господином Давыдовым, генеральным директором БСК И это интервью, собственно, с самим Хабировым Естественно, на тему БСК и конфликта вокруг Куштау Ну давайте по порядку Интервью с Байбулатовым, конечно, оно выглядело достаточно жалко В том смысле, что интеллектуальный уровень собеседников был абсолютно несопоставим Чемпион Европы и окрестностей по демагогии Алексей Алексеевич Венедиктов Легко разгромил позицию Урала Байбулатова Но надо отметить, что некие несколько примитивные подходы господина Байбулатова к вопросам Они и помогли ему выйти из этой ситуации не до конца растоптанным и побежденным Несмотря на все демагогические заходы и всевозможные изощренные попытки перевернуть сверху вниз У Венедиктова ничего не удалось И достаточно понятная и примитивная позиция Байбулатова Она, в целом, на мой взгляд, устояла в этом интервью Хотя выглядело все это, конечно, очень неаппетитно И очень нездорово для тех, кто это смотрел с точки зрения попытки разобраться в ситуации Интервью с господином Давыдовым, генеральным директором БСК Вообще носило больше какой-то технологический характер В процессе интервью господин Давыдов привычно пригрозил окружающему миру Тем, что они сократят количество работников и добычу, и выработку соды Если им не улыбнется удача, и у них не появится сырьевая база Собственно, ничего нового Давыдов не сказал Увольнениями, сокращениями стерильтомаки сода пугает всех давно Но мы уже поняли, что количество работников на соде на самом деле так незначительно Что это вполне себе переварится той ситуацией, которая есть сейчас в стерильтомаке Я думаю, что даже если сейчас завтра закрыть БСК И исключить последствия по сырьевым вот этим всем вопросам То с точки зрения безработицы, наверное, это не будет катастрофой для стерильтомака Ну и главное, собственно, что делал в своей журналистской деятельности В этой командировке Венедиктов, это было интервью с Хабировым Ну, собственно, все это интервью было заточено под то, чтобы представить господина Хабирова Мудрым дипломатом, который, значит, сумел разрулить ситуацию и так далее Но, по сути, и по-настоящему получилось так, что Венедиктов при помощи своего изощренного ума И неумения Хабирова вообще участвовать в каких-то таких мероприятиях Представил Хабирова каким-то совершенно неумелым решалой Который не в попад отвечает на вопросы Использует какие-то заготовленные связки и логические сцепки Которые никак не относятся к вопросу, который задавал Венедиктов В общем, вот из всех трех интервью, как ни странно, именно интервью Хабирова И было максимально провальным Оно было менее интересным и менее информативным и менее результативным Чем даже интервью с господином Байбулатовым, не имеющим никакого опыта публичной работы Ну, и еще, как я сказал, господин Венедиктов модерировал Сибайский форум Ну, надо сказать, что модерировал он его весьма странно По сути, если правильно слушать и понимать, что говорил Венедиктов на этом мероприятии Речь идет о том, что он напрямую отговаривал инвесторов Инвестировать что-нибудь в Башкортостан Собственно, инвесторы и так давно уже поняли, что нужно с опаской относиться к этой территории С точки зрения вложения серьезных денег Но тут уже господин Венедиктов просто прямым текстом говорил Что вложение денег в Башкортостан Это весьма таки рискованное мероприятие Очень некрасиво получилось В общем-то, на фоне того, что еще поползли слухи о том Что господин Венедиктов получил за все это 450 тысяч рублей Плюс все расходы по перелету, проживанию, перемещению и так далее То есть существенный гонорар как-то не вяжется с тем, кем он выглядел на этом Сибайском форуме Из примечательных вещей я отмечу то, что на Сибайском форуме На который был все-таки допущен Мурзагулов Венедиктов чрезвычайно много общался с Ростиславом Судя по всему, приезд Венедиктова не обошелся без господина Мурзагулова И это лишний раз подчеркивает, что Ростислав, по-моему, полностью потерял ориентиры С точки зрения того, что нужно делать для спасения репутации Хабирова Вот в этой сложной ситуации Дело в том, что приезд Венедиктова не дал никакого результата По совершенно иной причине Не потому, что Алексей Алексеевич себя неправильно вел Или неправильно отвечали ему на вопросы его интервьюеры Дело в том, что привоз и приезд сюда Венедиктова Это было в целом как бы стратегической ошибкой Ведь зачем, собственно, везли Венедиктова? Для того, чтобы он своими вот этими действиями интервью Вот этими всякими-всякими, значит, шевелениями языком В некотором роде переубедил людей, которые находятся на определенной позиции В некотором роде изменил репутацию Хабирова Ну, вот эту пошатнувшуюся его позицию с точки зрения Куштау В глазах, например, общественности и населения республики Но те, кто принял вот это гениальное решение о приглашении Венедиктова Упустили одну важную вещь О Венедиктове очень мало знают в республике И те, кого на самом деле нужно было переубеждать Они вообще не знают, кто такой Венедиктов Те слои и те фокусные группы, те социальные группы На которые нацелена была эта задача Они не имеют никакого отношения к аудитории Венедиктова Они просто это все не услышали Более того, если они даже услышали То для них это был просто клетчатый дед Лохматый старик, который о чем-то говорит Там с Хабировым, с Байбулатовым и с Давыдовым В общем, вот это абсолютная медийная промашка Потому что те, кто знают Венедиктова Они, конечно, уже не могут заблуждаться В том, какую роль он играет сейчас В медийном пространстве России И теперь Башкирии Соответственно, никто иллюзий не питает Что его пригласили тут разобраться в этом всем Конечно же, его пригласили как некого разводилу Который в определенном смысле Должен изменить медийное пространство Повторюсь, ничего не получилось И не потому, что Алексей Алексеевич плохо старался Он старался изо всех сил Он действительно умница и профессионал Но, как говорится, пригласили не по адресу Ну и пришло время поговорить о второй встрече Хабирова С активом защитников Кушталу Напомню, что первая встреча состоялась в минувший понедельник Сразу же после этих событий на горе Как и было оговорено по приезду Хабирова на гору Кушталу Но в тот раз Хабиров встретился с каким-то странным активом Который в основном состоял из приятных его взору людей Членов СПЧ и вот этих всех подпевал Которые никак не смогли бы исполнить роль настоящих защитников Кушталу И это понял даже сам Хабиров В конечном итоге после некоторых препирательств по составу сторон Которые встречаются уже в пятницу Был выработан какой-то консенсус Возглавил группу защитников Кушталу Почему-то Урал Байбулатов Вот этот вот юноша, который взялся из ниоткуда Прямо на горе с мегафоном И как будто бы возглавил этот протест О нем нужно поговорить на самом деле подробно Потому что масса вопросов и даже опросов в интернете появилась на тему Кто такой Урал Байбулатов, откуда он взялся И почему теперь он руководит протестом на Кушталу Меня многократно спрашивали в интернете в прошедшую неделю О том, как я отношусь к Байбулатову Отношусь я к нему очень понятно Это очевидно засланный человек Который, во-первых, работает в государственном СМИ Республики Башкортостан И до сих пор оттуда не уволен Не в пример тем, кто хоть как-нибудь высказал свою позицию по Кушталу И был уволен мгновенно из государственных СМИ И таковых не один человек А вот Байбулатов чудесным образом сохраняет свою должность В государственном СМИ Республики Башкортостан Более того, очевидно и в поведении, и в манерах, и вообще В том, как Урал Байбулатов ведет это дело Очевидно то, что это попытка возглавить и взять под контроль вот этот протест Через внедрение своих людей Которые, так или иначе, имитируя деятельность Будут уводить в сторону, либо сглаживать острые углы Собственно, все поведение господина Байбулатова Оно очевидно говорит о том, что он человек, которым манипулируют извне И манера того, как он говорит, и вот эти все обороты, и прочее, прочее И то, как он себя вел на встрече с Хабировым Вопреки тому, что это было воспринято как некая резкость и принципиальность На самом деле это, конечно, была постановка Некая натянутость И вот эта вот замороженность в голосе, она, конечно, присутствовала И на горе, и во время встречи в Белом доме Где был раньше этот отчаянный герой? В общем-то, уже совсем не мальчик Когда он аккумулировал себе вот это все Вот эти свои лидерские качества Почему мы не видели его в числе там башкирских активистов Или защитников Куштау, совершенно непонятно Каким образом ему достался в руки этот мегафон на горе И как он так быстро возглавил все это, тоже совершенно непонятно Многие из числа тех, кто уже многие годы занимается проблемой Куштау И отстаивает гору, высказали свое недоверие господину Байбулатову И, собственно, я к ним присоединяюсь Для меня, повторюсь, очевидно, что он некая затея Белого дома Что он, это часть вот этой драматургической постановки По сглаживанию ситуации и выведению ее в ноль Ну, посмотрим Возвращаемся к встрече 21 августа в минувшую пятницу Она состоялась в Белом доме Пришли активисты Началась эта встреча очень агрессивно Именно с заявления Байбулатова, что Хабиров должен пересесть и сесть напротив них И это стало абсолютно принципиальным вопросом Когда Хабиров отказался, тоже так, в общем-то, неумело играя роль такого, значит, принципиально обиженного Они встали, обошли стол и встали все равно напротив него И зачитали, собственно, свой манифест Манифест состоял из четырех пунктов Первый из них — это создать природоохранную зону на горе Куштау И исключить ее разработку когда-либо вообще впредь Второй пункт манифеста — освободить всех защитников Куштау и прекратить все репрессии Третий — отозвать лицензии на разработку месторождения известняка на горе Куштау у сырьевой компании Четвертое — наказать участников штурма лагеря 15 августа И были перечислены, значит, там некие фигуры Это господин Абдрахманов и некоторые другие И пятым пунктом — это проведение международной конференции Экологического, геологического, культурного значения Куштау в течение ближайших 30 дней Примечательно, что господин Байбулатов не потребовал, публично не потребовал наказания господина Мурзагулова В числе тех, кто был одним из самых яростных преследователей И, собственно, неизвестно еще, кто больше вреда нанес защитникам Куштау Этот безумный глава Ишимбая Абдрахманов или Мурзагулов Но примечательно повторюсь, что господин Байбулатов не потребовал наказания Мурзагулова Это тоже очень важный момент Зачитав этот манифест, защитники Куштау, собственно, выполнили свою роль на этом мероприятии Хабиров что-то там еще некоторое время мямлил по поводу коалиционного совещания Которое, по его мнению, обязательно для того, чтобы решить эту проблему Но, собственно, для всех уже очевидно, что ни о каком коалиционном совещании речь не идет И зачем что-то обсуждать с БСК по поводу Куштау, когда решение о том, что оно не будет разрабатываться, уже принято Ну, в общем, Байбулатов добавил, что ни Куштау, ни Гумеровское месторождение не могут быть источниками сырья для содового комбината И так прямо в глазах Хабирову сказал У вас единственный выход – модернизация технологии производства И на этом протестанты помещение покинули Вот тут, конечно, масса вопросов возникает к всему этому мероприятию, честное слово Потому что это было настолько постановочно, настолько наигранно Это настолько неестественное было поведение То есть, ну, кто такой вот этот Урал Байбулатов, чтобы он прямо вот так вот вдруг набрался такой наглости, смелости и отчаяния Чтобы вот так вот вести себя с Хабировым Ну, где же он был раньше, этот герой, смельчак и вообще отчаянный парень? Почему мы не видели его нигде никак? То есть, он собирался, 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 значит, с мыслями и смелостью вот эти свои там 30 с лишним лет, которые он живет на свете И вдруг выстрелил, да? Ну, вот простите, я как Станиславский здесь, но не верю Отдает это все, конечно, такой достаточно неумелой постановкой господина Барданова Очередная, значит, там задумка, очередной, значит, спектакль Вот, не знаю, извините меня, но я вот так к этому отношусь Я вот, как человек, который много видел фильмов, театральных постановок и всевозможных инсценировок Вот отношусь к этому примерно так Далее мероприятие превратилось, по сути, в пресс-конференцию и даже, скорее, даже в монолог Хабирова То есть, в отсутствие противоборствующей стороны То есть, напомню, протестующие и защитники Куштау покинули мероприятие после своего вот этого вот меморандума заявления И Хабиров, по сути, стал разговаривать сам с собой Ну, во-первых, он там еще поворчал на тему того, что мы все-таки договаривались о неком коалиционном совещании Оно так нужно, мы же договаривались Вот здесь очень важный момент Хабиров путает понятия Он почему-то всегда уверен в том, что что он сказал, об этом они договорились То есть, с кем-то он договорился Это ведь не всегда так Если человек что-то сказал, в том числе в пустоту Это не значит, что он с кем-то договорился Но у него все время это трансформируется в договоренность И уже как бы в решение То есть, он психологически облачает собственные мысли в уже принятые решения То есть, правильные это мысли, неправильные Завершенные они, незавершенные Но они у него выглядят в виде решений Это, конечно, большая такая психологическая ошибка И она вот становится сейчас все более явной И вот здесь вот как раз такая ситуация Когда никто ни о чем не договорился А Хабиров опирается на том, что мы же договорились В общем, нужно тут ему как-то немножко, наверное, вникнуть Что такое договоренность, а что такое мысли вслух Ну, в общем, упомянул он вот это вот коалиционное совещание И далее он начал какие-то выдвигать ультиматумы Абсолютные, то есть, значит, в отношении БСК Он заявил, что если в течение двух недель БСК не предложит там каких-то решений в адрес протестующей страны Отмечу, что Хабиров тут отстраняется И опять как бы становится неким рефери То вот тогда, через две недели, а именно 4 сентября Он уже, значит, хлопнет по столу рукой И заявит о начале процедуры присвоения охранного статуса горе Хуштау Как он выразился, там есть нюансы, но мы постараемся ускорить Я уверяю вас, что присвоение охранного статуса Там природного памятника, там регионального или федерального значения Это очень небыстрая процедура Но в целом Хабиров вправ в том смысле, что если он действительно составил пакет документов В чем я, кстати говоря, сомневаюсь То сам факт того, что этот процесс будет запущен Наверное, обезопасит Куштау от разработки до окончания этого процесса А впоследствии тем более Но, как бы, здесь Хабиров не сказал ничего нового И, по сути, первое требование защитников горы Оно уже было предвосхищено тем, что он, собственно, и сам объяснил Вот здесь вот очень важный момент Что все требования защитников, которые были перечислены Они не имеют никакого значения, кроме первого Это охранный статус для горы Куштау Все остальное технические детали И именно этими техническими деталями абсолютно пренебрег Хабиров в дальнейших своих рассуждениях Ну да ладно Далее в этом спектакле, значит, включились те, кто остался за столом А надо отмечить, что осталось там совершенно непонятно малое количество людей Кроме журналистов, там еще были непонятные люди В том числе какая-то тетенька в маске, которую она сняла перед тем, как обратиться к Хабирову И тетенька это была сотрудником Ишимбайской администрации Которая начала свой спич с того, что она нижайше благодарит дорогого Радия Фаритовича За то, что он объединил башкирский народ, как выяснилось В борьбе за спасение Куштау Ну, в общем, здесь, конечно, без смеха было слушать Особенно вот эту вступительную часть вот этой тети нельзя И вообще, зачем ее выпустили, было совершенно непонятно Потому что тетя несла абсолютную такую дистиллированную чушь На тему того, что она где-то когда-то слышала, что где-то в Турции, например, добывают чистую соду И вообще нужно добывать природную соду в Башкортостане Тетя честно призналась, что она не знает, где и в каком количестве находится в Башкортостане эта чистая сода Но она требует от Хабирова, чтобы Хабиров направил геологические войска на изыскание этой чистой соды в Башкортостане Ну, большего бреда, конечно, я не слышал Зачем эту тетю выпустили на арену, было совершенно непонятно Но, видимо, совсем никого не осталось там в запасе Уже какую-нибудь Гайсину бы, что ли, нашли Она и то, как говорится, более гладко стелят в любой ситуации Но Гайсиной не случилось, была тетя из Ишимбая Хабиров выслушал тетю из Ишимбая и начал говорить совершенно о другом И начал говорить о БСК и опять о той истории, которую начал в Сибае Речь идет о возврате контрольного пакета акций акционерного общества сода Хабиров и правда всерьез начал обсуждать реприватизацию комбината сода Он подверг сомнению законность и разумность сделки по слиянию каустика и соды 10-13 годов Дословно он сказал так Мы будем разбираться в этом всем И если придем к определенному решению, будем двигаться дальше Конец цитаты Ну, очередной пример и образчик того, как Хабиров при помощи некого набора слов Не имеющего никакого отношения к ситуации и не несущего никакой конкретики Пытается описать то, что происходит Вот еще раз вдумайтесь в эту фразу Если придем к определенному решению, будем двигаться дальше Конец цитаты К какому решению придем, куда дальше будем двигаться В переводе на русский язык Это значит, что если мы найдем нарушение в этой сделке по слиянию каустика и соды То мы начнем ее откатывать назад Далее Хабиров и вовсе пригрозил акционерам соды Что ситуацию с поведением акционеров Мы так не оставим Заявил Хабиров Он заявляет, что когда 2-3 процента дивидендов направляются на социалку Это неправильно Но подождите Ведь Хабиров, Мурзагулов и вся свора башкирских госсми Еще две недели назад нам рассказывала Как велики дивиденды, которые башкирия получает от соды Как сода благодетельствует весь стерлитамак и кормит тут пол башкирии И они заливались наперебой о том, что если не будет соды Там башкирия понесет какой-то страшный ущерб И там вот эти дивиденды для нас спасения А теперь Хабиров напрямую Разворачиваясь на 180 градусов Заявляет, что те отчисления, которые делались от комбината соды Там ничтожные какие-то проценты Это возмутительно мало и недопустимо Послушайте, ну вот хоть какая-то логика должна быть Последовательность в рассуждении целого главы Целого четырехмиллионного региона Я не понимаю Ну, обратясь к этой тетеньке Которая мечтает о добыче чистой соды прямо из земли Хабиров успокоил ее и сказал, что скоро он приедет в Ишимбай Что вопрос закрыт И, значит, что пусть все живут спокойно Вот так вот заповедал Хабиров Ишимбаю через эту тетеньку Ну, в общем, это вот было совершенно какое-то безумное представление Которое продолжилось после того, как ушли эти защитники горы Ну, и в завершение всей этой встречи Которая, собственно, транслировалась всего 22 минуты Прозвучал вопрос от журналиста Пятого канала О том, что их интересует судьба главы Ишимбайского района Абдрахманова, Азата Абдрахманова Дескать, вот вы, Радзи Фаритович Сказали, что если вы увидите кадры, где Абдрахманов применяет насилие Тогда Абдрахманов вылетит с работы И вот Пятый канал готов предоставить Хабирову эти кадры Прямо здесь и сейчас Вот тут Хабиров, конечно, смутился Потому что, ну, он, безусловно, всегда торопится делать какие-то громкие заявления За которые потом ему неудобно отвечать и отдуваться И тут ему пришлось в очередной раз выходить из щекотливой ситуации Он сказал, предоставьте кадры Вот они предоставлены И журналист готов был прямо здесь, в этом зале, их продемонстрировать Хабиров наотрез отказался смотреть кадры здесь и сейчас И начал, значит, уводить всю эту ситуацию в сторону того, что пускай органы разберутся Да здесь что, да как, пускай прокуратура даст оценку Да вот у меня тут целый прокурор Ведерников сидит рядом со мной И он этим займется Ну, то есть Хабиров, по большому счету, соскочил с этой темы Потому что это выглядело, конечно, очень не по-мужски В том смысле, что он обещал уволить Он как назначил, так и обещал уволить Вот этого, значит, Абдрахманова Но все еще пытаясь стоять на позиции Там своих не сдаем Хабиров ушел в сторону И, да, начал Разговоры о том, что там законность есть законность и так далее Ну, в очередной раз продемонстрировав свои принципы о том, что для своих все, а для остальных закон Хабиров, значит, отказался исполнять собственные обязательства Которые прозвучали, собственно, в минувший понедельник при обсуждении того же вопроса Но в дополнение к этой встрече Описание которой я сейчас заканчиваю Надо отметить, что на прошедшей неделе еще был всплеск требований по поводу непосредственно судьбы самого Мурзагулова И здесь, значит, наши очнулись ото сна Так называемые лидеры общественного мнения Это очень смешно, когда человек, значит, там Пребывает в анабиозе месяц-другой Никак не высказывается на вот эту животрепещущую тему И вдруг, когда нужно заговорить, он заговорил и с яростью, и там каким-то праведным гневом подключился к проблеме Я говорю, например, о каких-нибудь там Кривенко и прочих, значит, там тетенек с искусственными губами Которые вдруг этими губами зашлепали и громко-громко начали, значит, требовать отставки Мурзагулова Но при этом, ладно, это все смешно и весело Но я действительно присоединяюсь к требованиям наших вот этой вот как бы интеллигенции сети Действительно, Мурзагулова надо удалять из этого пространства И срочным образом отлучать от башкирских СМИ, которые, ну, по сути, он уже их почти уничтожил Причем самое главное, он уничтожил башкирские СМИ морально Он, если кого-то не уволил, то принудил к таким делам, после которых человека считать настоящим журналистом И непредвзятым, значит, носителем непредвзятого мнения, конечно, нельзя То есть это было или увольнение, или изнасилование То есть, по сути, все значимые фигуры в башкирских государственных СМИ Либо уволены, либо изнасилованы Соответственно, тут вот, ну, столь массивного ущерба Медийной сфере Республики Башкортостан еще не наносил никто Конечно же, от Ростислава нужно избавляться И это не только потому, что это выгодно Хабирову А потому, что необходимо Республике Башкортостан Вот так это пафосно действительно звучит Вот один законченный мерзавец, как бы, стал поперек горла у целой республики Ну, в общем, конечно, нужно разбираться Нужно принимать срочные меры И тут я присоединяюсь к этому общественному мнению И надеюсь, что у Хабирова все-таки появится Если хотя бы не чувство справедливости То чувство самосохранения Несмотря на то, что история с Куштау заняла центральную позицию В медийной повестке по Республике Башкортостан Все-таки происходят и другие события И мы о них, наверное, должны поговорить В частности, вот история с орфанными заболеваниями И лекарствами от орфанных заболеваний Она имеет продолжение 13 августа сего года Управление Федеральной антимонопольной службы Ответило на запрос О законности закупок Лекарства Элапраза И в этом ответе числится такой пункт Что закупки 2018 года Они несут характер Неконкурентных закупок И ФАС констатирует Отсутствие конкуренции на торгах На сумму примерно 300 миллионов рублей 300 миллионов рублей, конечно же В которых победителем везде вышло некое акционерное общество Фарми МЭКС И Федеральная антимонопольная служба Обязуется в течение месяца То есть примерно где-то до середины Сентября закончить расследование По закупкам 2018 года Это та самая борьба Которую ведет Элеонора Романова и ее соратники В части наведения порядка По закупкам Лекарств от орфанных заболеваний И в общем-то В попытке добиться справедливости В отношении тех людей Которые допустили ужасные последствия В этой сфере я уже говорил о том Что в числе этих людей Находятся заметные ныне политики И действующие политики В Республике Башкортостан И даже в Российской Федерации И мы внимательно следим за этой ситуацией И будем продолжать комментировать И рассуждать на тему Наведения порядка в этой сфере Второй темой Которая вызвала интерес На прошедшую неделю Была тема отчета Хабирова О своих доходах за 19-й год И Хабиров отчитался о том Что он заработал всего 7 миллионов рублей за год К примеру Его собственный пресс-секретарь Зарабатывает 10,5 миллионов рублей И Диана Ихсанова Простите за то, что произношу С артикуляцией Потому что имя и фамилия Пресс-секретаря Хабирова Это вообще Как бы Оно неизвестно почти никому Вот этот некий абсурд Потому что Кто-нибудь помнит Как выглядит пресс-секретарь Хабирова Не все знают, что она женщина Ну в общем, конечно Это такая загадочная личность Но при этом она получает 10,5 миллионов рублей в год А Хабиров всего 7 миллионов рублей Так вот Возвращаясь к самому Хабирову Отмечу Достаточно скудное Недвижимое имущество У нашего руководителя Это дом 82,5 квадратных метра Участок земли В 913 квадратных метров И гараж Собственно на этом Имущество Хабирова И по крайней мере Задекларировано имущество Хабирова И заканчивается Супруга его владеет Двумя квартирами В 52 и 140 квадратных метров И заработала за 19-й год Всего 905 тысяч рублей В пользовании У Хабирова находится Квартира 80 квадратных метров Судя по всему в Уфе И дача аж в 557 квадратных метров Это то самое знаменитое лесное На которое, кстати Пара недель назад Хабиров сам себе Выписал 15 миллионов рублей На благоустройство водоснабжения Этой дачи В общем, конечно Имущественное состояние Нашего губернатора Никак не соответствует Тем представлениям Которые сложились Об этом имущественном Комплексе Хабирова Мы не будем утверждать Однозначно Но мы-то знаем Про вот эти объекты недвижимости Которые находятся на Улице Кирова На пересечении Кирова Мустая Карима О многих других Во времена Когда Хабиров был гоним И где-то в Москве Красногорске пребывал Этот комплекс имущественный Здесь обслуживал Господин Баширов Он стоял на страже Имущественных интересов Хабирова Мы знаем о том Что достаточно обширное Имущество Хабирова Было передано в управление Третьим лицам Мы знаем кому И даже почему Жены этих третьих лиц Теперь стали Например, министрами В Уфе В общем На самом деле История с имуществом Хабирова Она не так проста Как она выглядит Его декларации Вот эти вот какие-то Очень скромные Строчки Там домик 82,5 квадратных метра И так далее Это не может Умилять уже теперь Значит Граждан избирателей На самом деле Такой подход Практиковался там В 90-х В начале нулевых Когда Руководитель там Декларировался Чуть ли не как нищий И бессеребрянник И так далее И так далее Более того Если этому верить То это должно Настораживать Потому что Ну человек Столь скромными Значит активами Он наверное По определению Должен стремиться К улучшению Собственного материального положения А этого сделать На посту Главы республики Башкортостан Почти невозможно Если ты зарабатываешь Меньше чем Собственный пресс-секретарь Ну в общем Смешно получилось Ну и третья история Которая наверное Достойна Внимания И обзора Это история С главой Архангельского района Господином Аминевым Которого По сути И судя по всему Отстраняют От должности Собственные Депутаты Собственного Районного Совета Там случился Конфликт И он Никак не смог Договориться С Советом Района Напомню Что господина Аминева Практически Там силком На эту должность Затолкал Сидякин Естественно С Позволением И Соизволением Хабирова То есть Аминев Это глава района Уже Хабировского Призыва И вот Абсурд И любопытность Этой ситуации В том что Собственные Депутаты Собственного Совета Выразили Недоверие Господину Аминеву На основании Того что Аминев Устроил На работу Своего Племянника Или там Племянника Жены Скрывал Это От Совета И более того Отрицал Некоторое время Родство Ну в общем Тут налицо Конфликт Интересов И на основании Этого По закону По закону Является Единственной Санкцией Это Отстранение От должности И вот Совет Отстраняет Решил По крайней мере Отстранить От должности Господина Аминева Примечательно Что администрация Хабирова И Сидякин Отнеслись К этой ситуации С абсолютным Безразличием Несмотря на то Что они Достаточно Настойчиво Последовательно И с большими Проблемами Установили Этого Аминева На должности И теперь Они безразлично Наблюдают За тем Как его За этой должности Собственные же Депутаты И снимают Ну в общем Это характерная история К вопросу О том Что своих Не сдаем И прочее Прочее То есть Ну на самом деле Конечно Мы все понимаем Лживость Этого Тезиса Здесь Опасность Для Хабирова Заключена Единственная Только в том Что Верные Ему люди Вдруг осознают Что Он не будет Их прикрывать В случае Совершения Каких-то Преступлений И нарушений И тогда Конечно Ну Что крыс Корабля Подорвется Ну Будем наблюдать Будем анализировать